Два человека получили смертельные ранения в результате перестрелки во втором по величине городе штата Мэриленд. Нападение было совершено около 9 часов утра по местному времени на парковке на окраине города Фредерик. Неизвестный злоумышленник обстрелял водителя и пассажиров автомобиля, после чего скрылся. Пострадавшие скончались до прибытия врачей. Как выяснилось позже, стрельбу устроил военный врач, который служит на базе Форт Детрик, расположенной неподалеку. Об этом сообщает Associated Press, ссылаясь на заявления представителей полиции и ВМС США. По словам начальника местной полиции, мотив нападавшего пока не выяснен. По некоторым данным, раненые также являются военнослужащими. Нападавшему потребовалось около 10 минут, чтобы после совершения преступления вернуться на военную базу. Уже там он был обнаружен и застрелен при попытке оказать сопротивление при задержании. Раненых госпитализировали с тяжелыми ранениями, об их состоянии ничего не сообщается. На военной базе Форт Детрик, где служил застреленный военный врач, расположена крупнейшая военная лаборатория биологической защиты. На базе работают около 10 тысяч военнослужащих и гражданских лиц. Это ужасно. Это очень трагично. Это происходит слишком часто. Каждый раз, когда мы включаем телевизор, мы видим расстрелы. И теперь это происходит у нас на заднем дворе. Никто не хочет видеть такие вещи. Мы хотим заверить людей прямо сейчас. Больше нет никакой угрозы для города Фредерик и жителей нашего округа. В Техасе в своем доме была найдена мертвой семья из шести человек. По версии полиции, убийцами были два брата-подростка, которые затем покончили с собой. В социальной сети одного из них была обнаружена длинная предсмертная записка. Правоохранительные органы о случившемся сообщил друг семьи. На месте преступления офицеры нашли шесть тел – бабушки, отца, матери, двух братьев и сестры. Самому младшему члену семьи было 19 лет. И еще одно происшествие из Техаса. Там произошла погоня в лучших традициях Голливуда. Мужчина угнал машину скорой помощи и больше часа гонял по улицам Далласа. Происходящее на дорогах снимали с вертолета. Угонщик несколько раз чуть не столкнулся с другими участниками движения, но вскоре ему пришлось остановиться из-за технических неполадок. В этот момент преступника задержала полиция. Президент США Джо Байден накануне объявил, что все взрослые американцы будут иметь право на получение вакцины от коронавируса к 19 апреля. Байден сделал это заявление после посещения пункта вакцинации в городе Александрия, штата Вирджиния. Президент сдвинул срок начала вакцинации для всех желающих почти на две недели, до 19 апреля. 150 миллионов доз вакцины от COVID-19 уже были введены людям за первые 75 дней пребывания Джо Байдена на посту. Таким образом, темпы вакцинации в США соответствуют установленному графику. Вакцинация 200 миллионов человек к 30 апреля, когда будет 100 дней президентства. Число новых случаев заражения COVID-19 в Соединенных Штатах на прошлой неделе выросло на 5% и превысило 450 тысяч кейсов. Анализ информационного агентства Reuters показал, что заболеваемость растет уже третью неделю подряд. Среднее количество госпитализированных пациентов с COVID-19 на прошлой неделе выросло на 4%, в составе более чем 37 человек. До этого число госпитализаций снижалось на протяжении 11 недель. Хотя вирусы гриппа, как правило, носят сезонный характер, а количество случаев заболевания снижается с наступлением теплой погоды, эксперты отмечают, что в случае с новым коронавирусом такой тенденции не наблюдается. В некоторых штатах прошлым летом был зафиксирован всплеск случаев COVID-19. Вы же помните, что было чуть больше года назад. Мы ждали лета, чтобы заболеваемость пошла на спад, а в итоге получилось наоборот. Мы увидели существенные скачки летом. Думаю, не стоит даже думать, что жаркая погода нам как-то поможет. Согласно анализу Reuters, 27 из 50 штатов сообщили об увеличении числа новых случаев заболевания на прошлой неделе по сравнению с предыдущими семью днями. Наибольшее количество новых случаев и госпитализации из расчета на 100 тысяч человек зарегистрировано в Мичигане, Нью-Джерси и Нью-Йорке. Смертность от COVID-19, которая, как правило, отстает от заболеваемости на несколько недель, на прошлой неделе упала на 17% до 5800 или 834 в день. Представители органов здравоохранения выражают надежду, что вакцинация поможет снизить смертность даже при росте числа случаев заболевания. Губернатор Флориды Рон де Сантис заявил, что идет большая работа над тем, чтобы предотвратить обрушение Большого пруда сточных вод в районе залива Тампа. Район эвакуирован, чтобы избежать последствий катастрофического наводнения. Последние наблюдения показывают, что прорыв в старом резервуаре фосфатного завода потенциально может вылить 340 миллионов галлонов воды в течение нескольких минут, рискуя создать 6-метровую стену воды. Власти перекрыли часть американского шоссе 41 и приказали эвакуировать 316 домов. Некоторые семьи были размещены в местных гостиницах. Местная тюрьма в миле от 77-акрового пруда не эвакуируется, но чиновники перемещают людей и персонал на второй этаж и кладут мешки с песком на первый. Чиновники округа Монати говорят, что колодезная вода остается не затронутой и нет никакой угрозы озеру, основному источнику питьевой воды в этом районе. Департамент охраны окружающей среды Флориды утверждает, что вода в пруду в основном соленая, смешанная со сточными и ливневыми водами. Она имеет повышенный уровень фосфора и азота и является кислой, но не ожидается, что станет токсичной. Бригады сбрасывают воду с тех пор, как в марте пруд начал протекать. В пятницу была обнаружена значительная утечка, что вызвало первые эвакуации и объявление чрезвычайного положения. Часть защитной стены в резервуаре сдвинулась, побудив чиновников полагать, что обвал может произойти в любой момент. В настоящее время сбрасывается около 22 тысяч галлонов воды в минуту и ожидается, что риск коллапса уменьшится к завтрашнему вечеру. Рядом с городом Карлсбад в штате Калифорния расцвели лютики. Знаменитые цветочные поля можно лицезреть там каждый год, но пандемия долго продержала людей дома и до конца было неизвестно, откроются ли поля в этом году. За последние несколько лет цветочная ферма в Южной Калифорнии стала довольно популярным местом благодаря не только стремящимся к успеху инстаграм-блогерам, но и потрясающему цветению ранункулюсов на полях, простирающихся до горизонта. Хорошая новость для всех, кому хочется весны. Цветы уже появились. Как сообщили на ферме, цветение продлится до начала мая. Это дает посетителям достаточно времени, чтобы запланировать поездку, сфотографироваться и поделиться этим с друзьями. Действительно великолепное зрелище, ведь на цветочной ферме выращивают около 7 миллионов цветов на более чем 50 акрах склонов, возвышающихся над океаном. Я так счастлив, что мы снова открыты. После прошлого года казалось, что нам нужно будет проходить весь процесс открытия заново. В прошлом году нам пришлось покосить свой урожай. Фред Кларк, директор цветочной фермы, рассказал, что его команда считает эти поля своего образа тематическим парком. Люди со всего мира приезжают на поля, чтобы увидеть фиолетовые, красные, желтые, розовые и белые цветы. Вход на поля стоит 18 долларов за полный день. Гости также могут принять участие в дополнительных мероприятиях, в том числе проехаться по полям на повозке за 6 долларов. Если вы не хотите ограничиваться разовым посещением, приобретите абонемент за 39 долларов и приходите столько раз, сколько хотите. Фермеры просят бережно относиться к цветам, не топтать и не садиться на них, чтобы и другие могли прийти и насладиться их красотой. И на этом у меня все. Увидимся с вами в воскресенье вечером в программе «Американский акцент» на RTN. Продолжение следует...